Хорошие новости! Это Huawei MatePad Air Paper Mate, и это уникальный планшет. Да, здесь отличная производительность, огромная батарея, стильный и тонкий корпус, но это всё не важно, это всё не главное, а главное, главная его фишка – это дисплей. Про инновации расскажу буквально через секунду, а пока что распаковка. Блин, уберите кто-нибудь зубарева, пожалуйста, съесть с каждого ролика. Но суть в том, что это мы пока что отпускаем в стороночку, и Huawei MatePad Air Paper Mate Edition прикрывает доширак. Зачем в кадре доширак, расскажу буквально через секунду, но смотрим сюда внимательно. Конечно же, всё это было в разных пакетиках, но планшетом я, честно, уже пользуюсь довольно-таки продолжительное время, и про него ещё впереди расскажу. Тряпочка! Она такая, она такая тряпочка! Вы посмотрите, можно протирать. Давненько я не видел тряпочек, чтобы клали в комплект, и как классно оттирают. Всё, экран абсолютно чистый. Вот это величие! Здесь, конечно же, кабелёк, и он весь такой. Тоже вам покажу, это в целом довольно-таки забавно. Мне нравится, когда всё стилизует, всё красивенько. В общем, он такой фиолетовенький. Класс! Ну и, естественно, блок питания, сейчас вам скажу, на 40 Вт. Быстрая зарядка в наличии. Дальше, дальше самое интересное. Вот эта штука, эта клавиатура-чехол, и она в комплекте. Вам не нужно докупать её отдельно, она будет сразу у вас. И это настоящий топ! Во-первых, сама по себе клавиатура, она шикарная. Кнопочки нажимаются, утапливаются прямо в корпус, она так сильно приятная. Качество материалов, огонь, это такая эко-кожа. И это две раздельные части. Можно наносить отдельно кавер, где-то планшет. Прилепили, и всё, у вас планшет, конечно, с боков он не защищён. А вот спинка вполне себе. И самое главное, это подставка. Всё, стоит, особое место не занимает. Я имею в виду чехольчик, кавер. И можно смотреть видосики, что тут нажимать, тыкать, рисовать на весу. Удобно. Дальше нужна клавиатурка, нужно куда-то взять его с собой в дорогу. Хоба, прицепили. Ошибиться нельзя, прицепляется только так. И погнали. Выглядит всё как реально такая стильная, крутая записная книжка. Но для записной книжки кое-чего не хватает. На столе, конечно, бардак. Здесь у нас стилус. Два наконечника в комплекте. Крайне оригинальная зарядка. Я бы назвал это так. И за кучей макулатуры скрывается это стилус. Стилус. Не просто стилус. Мега стилус. И к планшету это всё крепится вот таким образом. Вот полностью готовый набор. Целая куча макулатуры. Но выглядит это каким-то таким образом. На самом деле ультра топ. И сразу же можно брать и всё это дело рисовать. Просто заходим в любую штуковину. Не важно. Не смеяться. И начинаем рисовать. Всё у вас прекрасно. Кстати, это всё прям, ну, мега топов работает. Всё. Рассказываю. Чтобы сэкономить и своё, и ваше время, вот табличка со всеми характеристиками. Можно на паузу поставить и рассмотреть. Есть на что обратить внимание. Но циферки не передадут вот этого. Смотрим внимательно. И вот так выглядит обычный типичный планшет, который, скорее всего, у вас в руках. Или, может быть, телефон. На меня светит паролом. Синяя и светленькая. И вот они выглядят вот так вот. То есть вы чётко видите здесь отражение. Это работает как зеркало. А теперь смотрим сюда. Здесь матовый кран, который всё это рассеивает. Да, Paper Mate в названии переводится как матовая бумага. И визуально вы можете увидеть, что дисплей матовый. Это просто шикарно. От этого нет никаких бликов. Вот сейчас там люстра. Тут свет. Здесь ещё один свет. Вообще ничего. Это прям суперски. Но самое топовое. Здесь нет никаких отпечатков. Давайте я открою что-нибудь беленькое, светленькое. И вы в этом убедитесь. Как бы я его ни ляпал. Кипик жирной руки не был. И поел чипсов, крылышков из KFC. И всё равно он не будет заляпан. А если будет заляпан, то бам. Ну, то есть, всё равно жирные следы. Ладно, давайте честно оставаться чуть-чуть. Но будут. Без этого просто никуда. Я имею в виду обычные вот следы. Простые. К чьей-то сети Wi-Fi подключился. Но неважно. Тактильно это реально листок бумаги. Вот просто послушайте звук. Сейчас прям максимально АСМР. Усилить громкость. Услышали это. И теперь планшет. Звук одинаковый. Я не знаю, как этого можно было добиться. Но это очень топово. Ну и, скорее всего, когда я провожу ручкой, звук тоже как будто бы я просто провожу по листку бумаги. И это не плёнка. Такова структура самого экрана. Плюс ко всему, меньше бликов и меньше отпечатков. Это вообще отдельная тема. Его практически не нужно протирать. Только от пыли. Ну и у меня была матовая плёнка. Эффект совсем не тот. Мало того, что блики на ней всё равно есть, но ещё она сильно занижает яркость экрана. Что небольшая проблема на тусклых дисплеях. Здесь 500 нит. Это в целом немало. Но если повесить сюда ещё и матовую плёнку на обычный планшет с такой яркостью, то яркость упадёт процентов на 20. Это очень много. Яркость 500 нит, диагональ 11,5 дюймов. Он прям-таки не маленький. И собственно характеристики вы уже видели на экране. Главное, что нужно сдать, частота обновления 144 Гц. Это просто мега топ. У меня стоит динамическая. И при динамической у вас будет частота, можно поставить, чтобы просто было 144 Гц, но у меня динамическая. То есть, когда планшету не нужны эти 144 Гц, у вас будет 30, 60, 90. То есть, он сам всё адаптирует. В играх такая частота не используется. И вот перед вами Stand Off 2 и 120 FPS. Причём изи на максимальных настройках, но выше не будет. Проигрываем, ещё поговорим. Кому важно, не переключайтесь. А такая высокая частота нужна не для того, чтобы в игрульки играть, а для того, чтобы рисовать и писать. Это, я не знаю, какой дубль. АВП Хаб. Я, наверное, раз 20 пытался переснять, чтобы одновременно разговаривать и писать. Попробуйте, это безумно сложно. Ну и сейчас покажу вам одну фишечку. Смотрите. Тоненько. Надавливаю сильнее толсто, потому что стилус отслеживает 4000 типа нажатий и давлений. Вау. В студенчестве я ненавидел писать. Ну, приходилось. А вот выделять всё красивыми цветульками, менять ручки и совать ровные графики и таблички. Фу. Мне было всё это лениво. И вот теперь ко мне в руки попал этот планшет, и я нашёл лекцию по макроэкономике и переписал её. Это ли не кайф? При этом выделил всё как надо. Смотрите, это всё очень просто. Вам нужно всего лишь нам всё сделать вот так, и оно всё само выделится. Оно будет безумно ровненьким. Вот смотрите. Видите эту планетку? Я не нарисовал её, по сути. Я просто взял и сделал вот так. Кривой круг, да? Как я бы это сделал? А потом хоба. И он уже ровненький. Можно отрегулировать, зарегулировать. Как бы я нарисовал квадрат? Ну, что-то максимально кривое. А он ровный. Треугольник. Да, пожалуйста. Причём угол можно регулировать. Я не просто кайфанул. Теперь, видите, уже его не перенести. Окей. Что мы делаем? А я делаю вот так. И всё. И вот эту часть можно переносить куда хочешь. Это удобно. А главное, вот всё это делается в один клик. Мне не нужно лезть в рюкзак и доставать там какую-то ручку, карандаш, менять другой цвет. Я это всё делаю одним кликом. Именно поэтому это лучший планшет для студента. Правда, стоит он 57 тысяч рублей. Спросите, как студент со стипендией 15 тысяч рублей сможет позволить себе такой планшет? Всё просто. Кредитная карта Тинькофф Платинум. Лимит до 1 миллиона. До 55 дней на любые покупки без процентов. Значит, и без дожирака не останешься. Рассрочка до 12 месяцев без процентов. И самое главное, оформляй карту по моей ссылке и получай вечное бесплатное обслуживание. Не надо платить вообще никаких денег. И самое главное, потрать 7 тысяч рублей в первый месяц и получи кэшбэк 3 тысячи рублей. Ссылочка на карту, а вместе с ней и новый планшет ждёт тебя в описании. В остальном это привычный уже Harmony OS 3.1, сэпгалери, G-Box. С возможностью поставить Google сервисы, накатить настоящий Google Play, YouTube и все привычные вам приложения. Фишечек ещё очень много. Например, на экране может быть одновременно до трёх приложений. И вот вы с одной стороны будет лекцию переписываете, а с другой стороны у вас тут YouTube. Здесь пишите, здесь читаете, что пишете. И всё это реально удобно. То есть это сделано для людей. Плюс вы можете всё это перемещать, раскрывать на полный экран, оставляя при этом одно из приложений здесь. Ну, удобно для людей. Сделано. А сериалы, YouTube и Кинчик. В конце концов, смотреть здесь одно удовольствие, потому что здесь 4 динамика. Да, на крышечке корпуса, как это частенько бывает, нет надписи Hi-Fi, но это не мешает ему отлично играть. Выглядит планшетно прям космически стильно. Он тонкий, 6,4 мм. Это реально очень мало. Боковины закруглённые, не квадратные. И цвет белый, но это такой матовый пластик, причём с таким приятным песчаным эффектом. И у экрана, давайте тоже обратим на это внимание, сейчас включу белый фон, чтобы вам было лучше видно, рамочки очень тоненькие, 7 мм я замерял рулеткой. На корпусе мало всего интересного. 3,5 мм разъём, его здесь нет. Слот для сим-карты, его тоже нет, для флешки, соответственно, тоже. И что это, может быть сканер отпечатков пальцев? Нет, его тоже нет. Блокировка только по коду на экране. Но, зато, здесь есть магнитик для стилуса. Засунули, и он его начал заряжать. Это удобно, это классно, и реально очень мощная система. Но не этого вы ждёте. Конечно же, да, я прямо уверен. Смотрим сюда внимательно, и чип внутри, Snapdragon 888. Он мощный, он горячий. Но это было 4 года назад. Его представили аж в 2020-м. И, отдельно, смотрите, мне безумно понравилось. Сведения о ядрах. Боль. Теперь же всё оптимизировали. И вот, скрин из Antutu теста. Старичок всё ещё может. А вот и троттлинг тест. Тяжело, конечно, планшету, но держится. Красной зоны нет. Ну и легенда о перегревах 888-го дракона ходит до сих пор. Но проверим, как обстоят дела на самом деле. В Tanks Blitz были установлены максимальные настройки графики, включая HD текстуры. И доступен выбор 120 кадров в секунду. Но только вместе с HD текстурами обеспечить такой уровень FPS планшет не может. В среднем частота кадров колеблется от 50 до 110, средняя 70, но бывало и до 30 скатывалось. Если хотите играть на крутой графике, то скидывайте до 60 FPS, никаких 120 ловить тут не стоит. На гриф не очень большой, 40-42, руки от этого не потеют. В более требовательных играх, ну вот по типу Genshin Impact, планшет показывает себя прям отлично. Для обеспечения идеальной плавности картинки самые максимальные настройки графики задействовать не выйдет. Тут уж закатайте губу. Все-таки разрешение высокое и чип не самый топовый. Но все же на высоких настройках игра выглядит ну прям очень хорошо. Нагрев опять же довольно высокий, но не настолько, чтобы мешать игре. Камера маленькая, скромненькая, но она и не очень-то нужна для планшета, согласитесь. Модуль на 13 Мп со вспышкой, при этом, если вы решите выйти на природу за съемкой живописного вида, то скорее всего ничего не выйдет. Картинка рыхлая, детализация не очень высокая, динамический диапазон оставляет желать лучшего, да и цвета не всегда передаются правильно. Однако это придирки от планшета, никто и не требует Super Pupier Pro Nano фото модуля. С его помощью вы сможете сфотографировать таблицу, нарисованную преподавателем на доске, например, или отсканировать нужный документ. Для этого даже предусмотрен особый режим, и сделать это будет довольно просто за счет точного автофокуса. Видео пишется в 1080p, 60 кадров в секунду или в 4К30. Стабилизации нет, но автофокус работает нормально, и качество видео хорошее. В планшете гораздо важнее селфи-камера, и посмотрите на меня красавчика, ведь именно она будет использоваться для видеосвязи и конференции. Тут сенсор на 8 Мп и снимает нормально. Тест селфи-камеры и заодно записи звука микрофонов на Huawei Mate Bud Air Paper Mate Edition. Такое же длинное название. Но под ногами хрустит снег. Микрофонов целых три, поэтому должны писаться замечательно. Что еще не рассказал? А, батарея на 8300 мАч. Это много, и хватает его на средней яркости на 16 часов ютубчика по Wi-Fi. Классно, неплохо. Что еще? До производительности здесь вагон, оболочка просто летает, 144 Гц выглядит шикарно. И это хорошо. Но я влюбился в этот экран и стилус, как ребенок качал анимешных тянок и раскрашивал. Сидел, цвета подбирал, линии выводил, заметочки писал, списки выписывал, и все это прям с огромнейшим удовольствием. А потом я внезапнейшим образом открыл для себя режим чтения. То есть, черно-белый, смотря внимательно, и весь планшет переходит в черно-белый режим. Что это такое и с чем это едят? Открываю Litres, естественно. Вот у нас тут книжечка. Смотрим внимательно. Не знаю, насколько хорошо это передаст планшет, но увидите ли вы разницу вот с этим? Ну, здесь, конечно, работает подсветка сейчас из-за того, что яркий свет, она почти на максимум. Но суть в том, что это электронная книга. Не с электронными чернилами, на это не надейтесь. Но она максимально адаптируется приятно для глаз, и вам на это все просто приятно смотреть. И идем дальше. Это тоже далеко не все. Комикс в кадре не просто так. Смотрим внимательно. И есть точно такой же режим, который уменьшает цвета. Все становится более такое тускленькое. Но это специально для того, чтобы читать комиксы, мангу и все прочее. Поэтому планшет рекомендую. Эта штука не только как мультимедийное прикроватное устройство. Эта штука для работы, для учебы, для рисования, для получения удовольствия. Это универсальная вещь на самом-то деле. И на этом все. Не забывайте писать, как вам планшеты, купили бы себе, будучи студентом, вот если бы мне 12 лет назад кто-то рассказал, что будет такое, то я бы не поверил. Это примерно как если бы мне сказали, что прилетят инопланетяне и захватят тебя. Хотя надо оставить это, наверное, на конец года. Но суть в том, что это безумно классный планшет. Мне он очень понравился, и вам его строго рекомендую. На этом все. Не забывайте ставить комменты, писать лайки. И до самых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok